Рыночная экономика. Цель? Прибыль. Максимум личный. Максимум личный. Вот прибыль тут говорить можно, конечно. Личная выгода. Скорее, личная выгода. Либо максимум личный выгоды, либо удовлетворение максимума своих потребностей. Тот человек, которого называют отцом экономической науки, Адам Смит, говорил в своем труде, в адапство народов, говорил следующую вещь. Он говорил, я получаю свой обед не из-за милосердия булочника, пивовара или мясника, а только потому, что желая получить максимум собственной выгоды, они производят то, что мне нужно. Это рыночная экономика. Адам Смит говорил про хорошо функционирующую, потому что ничто сильно не мешало, рыночную экономику. Собственностный ресурсер. Частный и никаких других бурят. Как решаются три главные фундаментальные проблемы производства? Как отвечают на вопросы, что производить? Можно руки, пожалуйста. То, что приносит большую прибыль? Хороший ответ другие версии, можно чуть-чуть корректно. Производить то, что актуально, то... Корректнее? Продукция, которая пользуется спросом. То, что пользуется спросом. Или еще по-другому? То, что пользуется потребность. В том числе, с чуть-чуть наибольшую потребность. В том числе, что пользуется спросом. А как вот, то есть, если товар пользуются... Зачем я его произвожу? Зачем? Чтобы его купили. Вот ответ, собственно, может быть два варианта. Либо то, что пользуется спросом, либо, или в дополнение, то, что купит потребитель. То, что купят. То есть, решая их сделать, я буду решать сделать только то, что купят. То, что купят. То, что пользуется спросом. Как производить? С наименьшими затратами. Но только единственное, давайте маленький комментарий, с наименьшими средними затратами все-таки. А в смысле, производить конкурентоспособность, это как? То есть, твоя продукция будет выбираться потребителем из числа длинных? Это скорее что. Произвести то, что будет выбираться потребителем. Вопрос, интересует ли потребителя, как была сделана данная продукция, если его устраивают ее свойства? Если я прихожу в магазин и вижу два совершенно идентичных, абсолютно идентичных товара, но мне совершают, мне рассказывают, что сделаны они у разной технологии. Например, они абсолютно идентичны. Я точно уверен, что они одинаково времени прослужат, что они сделаны из одинаковых материалов и так далее. Но мне сказали, что один из них сделан, предположим, вручную, а другой сделан с помощью машин. Для меня есть разница? Нет. Для вас точно нет разницы? Точно. Нет. Сереж, есть? Нет. Если это одно и то же, то мне все равно как. А вот производителю надо думать, как сделать, потому что он получит прибыль. И если он потратит меньше, наиболее единичьей продукции, то только в один случай он получит больше прибыли с единицей. С наименьшими и средними затратами. Из возможных вариантов, естественно. Для кого он производит или как распределять? Пожалуйста. Для тех, кто способен принести максимальную премию. Просто. Я считаю, что не просто способен оплатить. Для тех, кто способен оплатить, скорее. Для тех, кто купит или для тех, кто заплатит. А для потребителя? Ну, потребителя – это очень условное название. Для тех, кто купит. Для тех, кто заплатит. А как распределять? По принципу платности. По принципу платности. Ну, то есть за деньги. Между теми, кто заплатит. Все ли товары в экономике поддаются за деньги? Нет. Нет? Об этом мы поговорим чуть позже. Нормативная база? Формальная. 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 Законно. И принцип молодцы, что отметили. Разрешено все, что не запрещено формально. Если не написано, что это сделать нельзя, значит, это делать можно. Если не написано, что так делать нельзя, значит, так можно делать. Стимулы экономической деятельности. Личная выгода. Личная выгода. Прибыль для фирмы, прибыль для человека, доход. Личная выгода. Можно скопить. Стимулы экономические. Если в командной экономике стимулы идеологии и принуждения, социальное поощрение и принуждения, то здесь экономические стимулы. А вот тут маленькое одно замечание. Я раньше этого замечания не делал, сейчас сделаю. Смотрите. Является ли нужным, предположим, человеку на работе, не только получить премию, но сделать так, чтобы о том, что он получил премию, узнали другие? Не всегда. Да. Не всегда, но можно ли являться нужным? Да. Больше это скорее нужно самому быть предактивным. Нет. Мне кажется, он работает, я сам не знаю. А кто-то получил? Нет. Ну, например, вот как вы думаете? Как вы думаете? Мне важно, чтобы качество моей работы было оценено не только деньгами, но и каким-то другим способом. Да. Вот я могу сказать, говоря про свое субъективное отношение к жизни, про свою личность, мы не важны. Оно не дало мне дополнительных денег, я не про деньги сейчас. Я только про вот такие вот общественные поощрения и так далее. Но, ребят, это опять же как потребности, ведь потребности разные. Потребности не только те, которые по помощи деньгами удовлетворяются. Поэтому это все равно личная река, это все равно максимизация личных, максимизация полезности и удовлетворения максимума потребности. Роль государства. Но только закон. Аксусство небольшое. Где закон? Аксусство не знает, только закон знает. Либо в конкурент, либо вообще. Ну, фактическое государство ставит рамки. Оно ставит рамки, за которые запрещают выходить. Например, оно ставит рамки. Нельзя производить продукцию и предоставлять потребителям недостоверную информацию об этой продукции. Или, например, если государство видит, что предприниматели начинают свое положение на рынке использовать с целью получения дополнительной какой-то прибыли. Например, становиться монополистами, они начинают дополнительную прибыль, а могли бы ее не получать. Они получают прибыль не потому, что они лучше других, а потому, что просто они монополисты. Вот в этом случае государство начинает вмешиваться. Или, например, государство видит, что предприятие загрязняет управляющую среду, оно начинает вмешиваться. Но государство ставит рамки и говорит предприятию, производителю, не выходите за эти рамки. Вы сказали правильную фразу, законодательное ограничение. Вот законы, законы регулирующие деятельность. И контроль за выполнением этих законов. Но в саму деятельность внутри рынка государство не вмешивается. Роль государства, смотрите, рекомендательные планы, это одна роль государства, она может рекомендовать, что делать. Роль государства установление рамок для деятельности ФИН, в мер контроль за достоверностью информации. Такую роль государства, в принципе, в рыночной экономике, иногда называют таким термином ночной сторож. Ну, то есть, некий человек, который не вмешивается в процесс управления, но следит за тем, чтобы все было хорошо. А если что-то происходит, то он начинает уже вмешиваться. Ночной сторож. И рекомендательное планирование. Можно вопрос. Да. Но ведь не всегда ограничивают монополии. Например, вот в аэропортах, когда еще не было экспресса, вот этих таксистов брали очень много. Потому что добраться возможности нет. Так, и что? А, то есть, не всегда ограничивают. Еще раз говорю. Государство должно, скажем, ставить свою цель, как правило, ограничение монополии. Я не буду сейчас обсуждать вопрос таксистов. Это немножко другая тема. Но, может, я запомни, запиши себе вопрос. Мы с ним обязательно его обсудим. Говорим, например, про монополию или различные виды конкуренции на рынке. Но, в принципе, государство, если эти таксисты официальные, то государство может принимать меры по отношению к компаниям, которые работают в аэропорту, в качестве компаний, ну, таксомоторных компаний. Либо контролировать цены, такси, либо стимулировать появление других компаний, каким-то образом. Видео? Способ ведения экономической деятельности. Частные компании, частные предприятия, частные фирмы, чтобы добавить нужно обязательно, конкурирующие между собой. Частные предприятия, конкурирующие между собой. Не всегда конкурируют. В идеальной рыночной экономике хотелось бы, чтобы всегда конкурировали. А про недостатки мы сейчас скажем. Ребята, я вас очень... В принципе, я прошу, нужно точно вы же рекомендовать. Вы на экономике слушайте внимательно то, что я рассказываю, а на истории слушайте внимательно то, что вам там рассказывают. Потому что, поймите, оно одно от другого, экономическая жизнь и исторические изменения, они очень сильно зависят. Вы сейчас какое время проходите? Наполеонский. Что? Наполеонский. Наполеонский вон. Отлично. Вот сейчас очень скоро, очень скоро у вас начнется промышленный переворот. Вернее, вы начнете изучать промышленный переворот. Ну, второй промышленный переворот, индустриальный переворот. Вот когда вы будете говорить про индустриальный переворот, скорее, или вторую промышленную революцию 19 века, это очень хорошо объяснит переход от конкуренции к монополию. А знание, в чем там преимущество монополии, недостатки, очень хорошо покажет, почему это произошло, почему стали возникать монополии в 19 веке. Так, все, поехали дальше. Стимулирует или тормозит прогресс за счет чего? Стимулирует за счет конкуренции. Все, все, лишнее слово. Лишнее слово было. Потребление. Потребитель. Да, еще раз, потребитель. И потребители, и производители конкуренции всех. Стимулирует за счет всеобщей конкуренции. Давайте так. Стимулирует прогресс за счет всеобщей конкуренции. Плюсы и минусы командные. Давайте начнем с командной. Вот пока что получилось, посмотрев на свойства, если почитаете про командную и про рыночную, мне кажется, что полная страшная картина в командной и замечательная картина в рыночной. Но в обоих экономических системах есть свои плюсы и есть свои минусы. Пожалуйста, поехали, руки. Плюсы командной экономики. Наличие социальных гарантий. Наличие социальных гарантий. Возможность привлечь значительные ресурсы. Подожди, мы не успеваем, те, кто не писал, я не понимаю, почему они это не писали, это было прям в распечатке до слова. Наличие социальных гарантий. Еще один плюс. Возможность привлечь значительные ресурсы в приоритетные отрасли экономики. Вот смотрите, здесь я дам, смотрите. Возможность привлечь ресурсы в отдельные отрасли. Много ресурсов в отдельные отрасли. Здесь мы добавим в скобках «но». За счет других. За все приходится платить. Альтернативную стоимость никто не отменял. За счет других отраслей. А может еще стоимость? Возможность привлечь много ресурсов или значительные ресурсы в отдельные отрасли. Кажем на кей. За счет других отраслей. Я когда буду переделывать распечатку по этой теме, я обязательно буду переделывать, то одна из вещей, которые я обязательно включу в фотографии, фотографии квартир, в которых жили люди в те самые 50-60-е годы, когда в нашей стране... Коммуналки. Что? Коммуналки. Ну, не коммуналки. Понимаешь? Не просто коммуналки. Хрущевки. Нет. Нет. Как раз строительство при Хрущеве, тех домов, которые сейчас мы называем хрущевами, вот этих вот пятиэтажек, строительство этих домов, это было счастье. Это было величайшим социальным достижением. Потому что огромное количество людей, которые жили лишь не просто в коммуналках, а жили в коммуналках на уровне мидра второго этажа. То есть их окна не выходили на уровень земли. Были такие квартиры. В центре Москвы во многих домах были, грубо говоря, глубокие подвалы. Я сам много лет родился и много лет прожил в таком доме. Это дом, который Анатолий Лобоков писал своим произведением «Дети Арбата», например. А также «Кортик», «Брозовая птица» и прочее. Это вот дом, старый дом на Арбате, построенный в начале века 20-го. В этом доме есть очень глубокие подвалы. Эти подвалы окнами не выходят на поверхность земли. Там жили люди. Там вообще света нет. Дневного нет, да. А на головах проходят канализационные трубы, которые были не в самом лучшем состоянии. Так что для тех, кто жил в этих домах, еще люди жили в бараках. Барак – это такой дом, в котором нет никаких удобств, они все на улице. Одна кухонька на много-много семей. Ну и коммуналки – это не то, что, наверное, может быть, кто-то из вас видел в отдельных фильмах 80-х годов или даже 70-х. Это не коммуналка на 2-3 семьи. Это коммуналка на 15-20 семей. Нет, были на 2-3. Вот в моей квартире была коммуналка, в ней жило фактически 2 семьи в 3-х комнатах, которые есть в квартире. То есть нет, таких коммуналок, был почти все жили в таких коммуналках. Это другое, это как бы нормальное, хорошее жилье. Мы говорим про другое. Поэтому дома, которые были построены при Хрущеве, это было для многих очень счастье – переселиться в отдельную квартиру. Да, они подумали, что такой дом строится не на 10-20, а на 40-50 лет. Мы, кстати, действительно планировали потом построить новый и еще новый. Вот, собственно, проблема. Что, в космос летали, ракеты делали? Почитайте эпиграф к данной теме. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, даже в области балетов, и впереди планеты все. Ну, собственно, еще хоккей, а больше достижений, пожалуй, не было. Нет, еще много лет говорили, что самое лучшее в мире образование. Думали добавить, да, в 60-е годы у нас было действительно самое лучшее в мире системы образования. Очень хорошо подходящее под технические и физические открытия, которые совершались. Да, для этого было очень хорошее образование. Но в изменяющемся мире оно осталось тем, которое есть. Так, поехали дальше. А еще один. Еще плюсы? Да. Да, относительное социальное равенство. Относительное... Но только давайте вот тут можно в скобках заметить. Доходы распределяются по решению государства. То есть оно может быть равенством, а может быть и неравенством. Или относительное государственное социальное равенство, если государство не решило иначе. Понятно. Но все-таки вот то, что до скобок, оно как бы более важно. Можно отметить, исходя из второго плюса, что командная экономика особенно хороша в кризисной ситуации. Особенно хороша командная экономика в кризисной ситуации. Так это же следует из того, что мы можем проявлять. Да, да не, ну просто говоря, можно добавить как дополнение ко второму пункту, в следствии второго пункта. Поехали. Достоинство рыночной экономики. Достоинство рыночной сначала. А, можно спросить? Да. Вы сказали, что хороша в кризис, но когда военный коммунизм, там как был кризис, так еще глубже кризис стал. Но ты понимаешь ли, во время военного коммунизма главной целью была... Какая была цель? Как бы идеология. Идеология. Нет, цель была не идеология, цель была победа в войне, которую, господа-большевики, достигли. Они достигли победы в войне, в том числе, занимаясь массовой экспроприацией, массовой мобилизацией населения в армию. Там всего 4-11, я знаю. Да, много чего они делали. Того, что нормативно, мне кажется, делать не стоит, но позитивно их действия привели к победе к войне. Понимаешь? Можно... То есть военный коммунизм, да, на самом деле, ребят, я вам могу привести лучший пример командной экономики. Вот тут вот... Нет, кто? Швеция. Ну что, какая же команда? Какой близкий? Они обговорили. Какой близкий? Ты что? Был в Швеции, командной экономики... Ну, черты знаю, есть многие. Вот я называл только раньше. Кто играл в компьютерной стратегии? Реал-тайм стратегии. Варкрафт. Кто слышал про них? Видел играющих и так далее. Вы говорили про это? Вот оно. Кто играл в компьютерной стратегии? Кто играл в компьютерной стратегии?